привет хочу с вами снять видео вам показать свои киндамы недавно для себя я открыл то что оказывается я киндамный фетишист и за довольно короткие сроки накупил себе целую кучу киндам вот видите все мои киндамы я вам покажу какие у меня есть и вот справа вот тут вот эти три это только что мне пришли свит киндама prime я их распакую может не все они принципе более-менее одинаковые и покажу вот начну с вот этой киндамы это моя самая первая киндама называется она катаро я ее купил на амазоне отличная киндама с ней играл больше всего это единственная киндама которая у меня есть сделана из бамбука бамбук это очень прикольный материал мне очень нравится звук от этой киндамы он отличается от всех других и он очень приятный даже вот если вы не попадаете то все равно этот звук он какой-то прикольный такой не знаю он не сильно меняется вы можете увидеть что спайк шип вот этот шип совершенно отбитый я довольно много с ней игрался камеру мотает довольно много с ней игрался и шип совершенно отбитый вот в общем первая киндама как понимаете следующие киндамы которые у меня появились это сол сол киндамы вот их мне сразу две я их купил сразу две я где-то посмотрел на контур веб-сайте как обычно что какие-то есть ребята которые очень крутые киндамщики скажем так и они любят эти киндамы и я купился сразу две вот это вот я что-то потратил на нее долларов 30 вот это я купил за 15 вот эта вторая сделана из какого-то особого дерева и изначально они выставили цену на эту киндаму что-то в районе 80 долларов но видимо никто не хотел покупать у нее есть одна проблема у нее вот там а вот это вот шар он намного тяжелее чем вот это вот как это называется кин по-моему и из-за этого народ что-то я не полюбил они сделали на нее большую скидку я купил не за 80 долларов всего за 15 довольно прикольные киндамы как видите с этой я тоже поигрался часто носил на работу подруги на работу игрался она хорошая мне нравится эта краска у мне немножко сильно торчит этот шип по сравнению с другими киндамами но это на любителя дальше у меня появилось целое целое целых несколько киндам я заказал их всех на киндамы USA мне пришли вот такие вот две насколько я понимаю японские киндамы киндамы кром они совершенно лысые если вот все остальные там они сам используют какой-то стики пейнт и они ну для всяких каких-то трюков чтобы задерживать чашку на тами краска специально производители киндамы используют какую-то краску которая цепляется за дерево в данном случае вот это совершенно лысая она скользит и не цепляется но лично для меня это не не является никакой проблем что я немного не очень-то могу знаю таких трюков там где нужно цеплять именно и эти киндамы они какие-то очень прикольные у них очень классное дерево они просто приятные они меньше чем все вот эти то есть вот эти японские они немножко меньше вот эти все американские остальные они немножко больше вот это сделано из красного дуба мне очень хотелось я посмотрел где-то какое-то видео с этой киндамой и мне очень понравился понравилась текстура дерева я решил ее обязательно заказать и заказал в общем это очень прикольная киндама вот это тоже мне очень нравится но еще от киндама юэсэй мне пришла вот такая вот киндама у нас пришел в такой красивой упаковке про модел подписная какого-то человека которого зовут холи сейчас это точно скажу хейли бишов я без понятия кто такой хейли бишов но упаковка просто огромная и красиво честно говоря распаковывать было ее неудобно вот по стране с вот этими достаточно удобными правилами справа это немножко неудобно но и большая но выглядит очень солидно внутри там инструкция какая-то хорошая киндама пока что я не очень понимаю разницу между какими-то профессиональными и непрофессиональными но это выглядит очень качественно здесь какие-то видите как гравировки и она белая интересного цвета играя и мало мне и жалко купил ее где-то за 40 долларов еще мне пришла вот такая вот огромная бандура джамбу киндама сделанная из дерева она очень отличается от всех остальных хотя и играться с все трюки точно такие же просто она тяжелая и довольно прикольная для разнообразия очень даже интересно может показаться что ей играть легче потому что большие чашки но на самом деле это не так управляться с ней не легче часа чем с остальными канал даже наверное сложнее да можно даже посмотреть у нее вот этот спайк принципе чуть чуть толще чем спайку остальные киндам поэтому и дыра для спать под этот спайк подшип тоже по сравнению с ее размером не такая что большая поэтому возможно чуть чуть сложнее ее как это насадить на шип в общем и вот следующий следующая моя покупка я была вот эта вот подписная подписная про версия киндама от свитц подписная от зак галахер за галахер это какой-то там чемпион по киндамам и он его активно поддерживает свитц и вот сделала такую модель и этой киндама киндама я уже поиграл мне она очень нравится довольно прикольно удобно у нее не так убивается краска то есть если посмотреть вот эта краска она держится и даже она убивается она как-то интересно убиваются так красиво убивать если посмотреть на другие например на кром то здесь прямо видно такие как краска отбивается просто в этом ничего страшного нет но на вот этой краской не отбивается и вроде как она должна быть очень крутая для всяких трюков один минус который в ней точно был это то что вот это вот так называемая струна или ниточка вот эта в общем она когда залетает внутрь там и внутри внутри этого шарика она препятствует препятствует тому чтобы там а свободно ходила на вот на этом кене и немножко неудобно мне пришлось вот здесь маленьким кусочком изоленты заблокировать эту нить чтобы она не залетала во внутрь я могу показать на другой киндаме какой-нибудь например на соло вот если ее не заблокировать маленькая техническая проблемка если ее не заблокировать то струна залазит внутрь и она как бы вот на этой киндаме на совершенно не мешает но на вот на вот этой киндаме от свитц это струна внутри она как-то мешала прям было как-то сложно даже играть с ней пришлось ее заблокировать вот давайте покажу вам а я еще покупал всякие мешочки для киндам вот этот киндама юсс очень удобно я беру в офис киндаму кидаю в рюкзак вот в таком мешочке еще такой мешочек кстати мне совершенно бесплатно этот этот мне пришлось купить но кстати у нас на работе есть люди которые знают японский они сказали что вот эта надпись означает киндама вот вот этот мешочек мне достался совершенно бесплатно ну как бесплатно ушел в комплекте с с этими соло киндамами у меня два таких мешочка один к этой киндаме и вот у меня есть еще один который шелк вот это вот модной коричневой которая сначала была модная потом ее оценили внутри есть даже значки от солки дам такие вот в общем американцы стараются хорошо упаковать свои товары это вообще отдельная тема наверно для отдельного видео как американцы тут продают вещи потому что вот такая штука за 80 долларов но вы можете представить насколько это дорого наверняка это сделано в каком-нибудь китае за довольно таки невысокую цену и просто они пытаются довольно дорого эту штуку продать но у них не получилось данном случае то есть они все равно наверняка ее довольно дорого продали но не за 80 долларов а всего за 15 но они всегда стараются сделать какие-то красивые упаковки чтобы это все выглядело красиво и дорого в общем вот вот эти прайм киндамы у меня есть было ощущение что да я за за галлахер за вот эту подписную киндамы заплатил что-то в районе 35 долларов я не помню 30 долларов 30 до 40 долларов а за вот эту прайм я заплатил всего 20 долларов ну будем считать что это в два раза дешевле как видите на это киндаме много всяких рисунков я думаю что я оплатил вас аналоза вот эти рисунки и подписи вот за галлахер потому что на обычной прайм киндае ничего этого нет а так они должны быть очень похожи здесь и специально такое окошечко там 9 упаковка приглашает вас потрогать эту киндаму убедиться в том что она очень как говорят американцы стики то есть цепляет то что о чем я рассказывал что он цепляется за дерево она действительно очень цепляется напоминает ощущение как будто ну знаете ракетка для настольного тенниса совершенно новая и там резина сверху и она вот цепляет ноготь хотя это наверное чуть чуть меньше цепляет ноготь наверное это киндама чем теннисная ракетка но тем не менее она цепляет и вот у меня я купил мне было ощущение что вот эта подписная должна быть совершенно точно такая же как это правильно мы можем посмотреть так и вот киндама за 20 долларов хоть да там внутри есть хотя вам покажу внутри есть вынуть эту штуку внутри есть такая вот красивая наклейка по-моему это наклейка можно наклеить на машину и этого делать не буду но тем не менее в общем куда-то ее можно наклеить здесь маленькие наклейки такие мини стикеры мини наклеечки с какими-то объяснениями как менять струну вот эту вот нитку и здесь внизу есть еще extra string дополнительная струна в общем вот там даже есть специальное устройство чтобы протягивать струну вот это вот лесочка нужна для того чтобы протягивать струну внутрь вот упаковку я вам показал а вот сама киндама она очень стики такая цепляет но это первое время потом она начинается становится более гладкая сейчас она прям очень цепляет за пальцы по весу мне кажется она очень похожа на вот эту за галлахер даму размер чашек ну почти одинаковый за галлахер может быть на на один миллиметр больше малая чашка и где-то на полтора миллиметра больше большая чашка все-таки они отличаются ну для новичка такого как я это совершенно несущественно приятное ощущение от дерева она не обработана до блеска и видимо это не надо потому что обработанная для блеска киндама она будет больше скользить в руках хотя надо сказать что вот это подписная дорогая киндама она все-таки чуть больше зашлифована отполирована ну такие вот особенности производства да я ничего не сказал про нижнюю чашку нижняя чашка где-то тоже на полтора миллиметра разницы то все-таки она отличается но по весу очень похоже по размеру давайте поставим их рядом подписная заказал их хочу чуть длиннее и выше подносительно чашек там и совершенно одинаковые видно что одинаковое дерево вес совершенно одинаковый в принципе они если отличаются то не очень существенно вот ну вот моя коллекция киндам спасибо что посмотрели надеюсь понравилось